Как выглядит правильный уход за руками? Зачастую мы прибегаем к уходу только тогда, когда уже появились ранки или чрезмерная сухость. Это неправильно, уход должен быть ежедневным. Лишь при регулярном уходе можно добиться идеального состояния, а также предотвратить раннее старение. Правильный уход предусматривает защиту, увлажнение, питание, массаж. Кожа рук подвержена обезвоживанию, так как в ней нет сальных желез. Увлажнение – верный способ сохранить упругость и избежать морщин. Питание полезными маслами, насыщение витаминами позволяет коже иметь здоровый вид. Массаж способствует разглаживанию мелких морщин. Домашний ежедневный уход за руками. За руками вовсе несложно ухаживать. Возьмите за привычку соблюдать некоторые правила – мойте руки водой средней температуры. Горячая вода, как и холодная, вызывает пересыхание. Уборкой всегда занимайтесь в перчатках. Сюда же можно отнести и мытье посудой. Если неудобно работать в специальных резиновых перчатках, купите медицинские. Они тоньше и удобнее. Наносите крем поле того, как руки соприкасались с водой. Чтобы не забывать о креме, обзаведитесь несколькими баночками и поставьте их около кровати, на полочке в ванной, на кухне. Тогда вы точно не забудете нанести крем, ведь он всегда будет на виду. Перед сном аккуратно помассируйте пальцы и кисти. Это то, что касается элементарного ежедневного ухода. Помимо этого, не забывайте о более тщательном уходе в виде масок и ванночек раз в неделю. СПА СПА-уход за руками СПА-процедуры были созданы не только для красоты, но и для релаксации. СПА-уход расслабляет, дарит удовольствие, поднимает настроение, а также насыщает кожу полезными веществами. Можно провести СПА-процедуру во время маникюра. Специалисты советуют прибегать к СПА-уходу осенью и зимой. Как раз в этот период наша кожа подвластна воздействию холодоотопительных приборов. В это время она уязвима и склонна к пересыханию. СПА-уход сможет вернуть ей прекрасное состояние. СПА-процедура включает следующие этапы. Руки погружаются в теплую воду с травами, мята, лаванда, мелисса, розы и прочь. Или морской солью. Наносится скраб, руки массируются несколько минут. В это время слой ороговевших клеток убирается и питательные вещества без труда проникают в эпидермис. Специалист подберет питательную маску с такими ингредиентами, которые окажутся наиболее полезными для вашей кожи. Маска наносится толстым слоем, а сверху надеваются полиэтиленовые перчатки и теплые рукавички. В таком положении вы будете отдыхать 10-15 минут. Заключительным этапом является массаж. Массаж делается с масляной или другой основой. Иногда СПА-процедуры сопровождаются парафинотерапией. Парафинотерапию можно провести самостоятельно. Использование воска и парафина для рук в домашних условиях. Польза парафинотерапии в избавлении от сухости, заживлении ранок и трещин. Для процедуры нужен косметический парафин. Косметический парафин очищен и безопасен. Высококачественный парафин не может стоить дешевый. Однако красота рук стоит того, для одной процедуры требуется не так много парафина. Перед процедурой очистите руки. С помощью скраба уберите ороговевший слой, затем нанесите питательный крем. Подготовленные руки погрузите в разогретый парафин. Всего нанесите три слоя, после чего утеплите руки полиэтиленовыми пакетами и варежками. Подождите 15 минут, смойте парафин и опять нанесите крем. Нежность и гладкость появятся сразу же. Средство ухода за кожей рук. Стандартное средство по уходу за руками и крем. Кроме кремов, существуют еще другие средства, они бережно и эффективно ухаживают. Это мыло, маски, гели, лосьоны, бальзамы. Каждое из этих средств может иметь различные свойства, антисептические, заживляющие, восстанавливающие, защитные, увлажняющие. Вам остается только выбрать подходящее средство. Какая нужна косметика для ухода за руками? Основным критерием хорошей косметики является качество. Желательно приобретать продукцию в сертифицированных магазинах. Кроме этого, косметика должна соответствовать возрастным критериям. Смотрите на срок годности. Если срок слишком большой, это означает, что в средстве содержится огромное количество консервантов. Конечно, средство не должно быть просроченным. Выбирайте косметику для рук, основываясь на своих целях. Например, если на ваших руках зачастую появляются мелкие ранки, отдайте предпочтение защитному или восстанавливающему крему. Если проблема заключается в сухости кожи, идеально подойдет увлажняющий крем. Лучше иметь несколько средств с разным эффектом, тогда уход будет более полноценным. Какое масло лучше применять для ухода за руками? Разные масла влияют на кожу по-разному. Возьмите себе на заметку масло ромашки, лаванда успокаивает раздраженную кожу, масло шалфея, герани, розы, сандала подходит. Для возрастной кожи с мозолями хорошо справится масло чайного дерева, корицы, лимона, смягчению рук способствует масло авокадо, миндаля, абрикосовых косточек, уход за пальцами рук и ногтями. Идеальные руки подразумевают ухоженный маникюр. Не обязательно иметь красивый дизайн ногтей, но форма ногтей и кутикулы обязательно должны быть аккуратными. Маникюр можно делать самостоятельно. Уход за руками народными средствами, рецепты кремов и скрабов. Природа дает массу возможностей для сохранения красоты и молодости, нужно уметь правильно ими воспользоваться. Существуют народные средства, которые улучшают состояние кожи уже после первых применений. Имея вполне доступные ингредиенты, вы можете самостоятельно сделать крем. Рецепт нам понадобится Стакан кипяченой воды 2 СТ Листы сухих цветков ромашки 100 грамм слив Масло 2 СТ Лист касторового масла 1 час л Глицерина 2 стакана листа комфорного спирта Пошаговое приготовление Ромашку залейте водой Через пару часов настой процедите через марлю Сливочное масло растопите на водяной бане Сюда же добавьте глицерин Касторовое масло Перемешайте смесь Затем влейте 1-2 стакана настой ромашки Комфортный спирт Мешайте смесь до охлаждения Этот крем замечательно реанимирует сухую кожу Еще можно сделать лимонный крем Лимонный крем смягчит и отбелит кожу Рецепт для этого Возьмите 1 лимона Полстакана кипятка 50 грамм сливочного масла По 1 час Листы меда Майонеза 1,5 стакана Л Оливкового масла 1 яичный желток Несколько капель витамина 0,5 часа Листы комфортного спирта Пошаговое приготовление К цедру лимона Залейте кипятком А сок оставьте Добавьте в лимонный сок Сливочное и оливковое масло Ложку майонеза Желток Мет и витамина В эту смесь медленно Влейте комфортный спирт И 1 ст Листы настой из цедры Который заваривали ранее Если нет желания делать крем Сделайте домашний скраб Приготовить его проще простого Рецепт Возьмите Морскую соль Сметану Немного оливкового масла Компоненты смешайте И сразу же используйте Для пилинга Есть и другие рецепты К примеру Смешайте в одинаковой пропорции Крупномолотую овсянку и мед Добавьте каплю растительного Масла Немного графинной гуще Смешайте с жидким мылом Смешайте по одному ст Лист сахара и меда Чуть-чуть витамина Е Увлажняющий уход за сухой кожей рук Распространенная проблема Чрезмерная сухость рук Уход за такими руками Должен быть постоянным Впрочем, дискомфорт от сухости Не даст вам обзабыть о необходимом уходе Придерживайтесь Вышеописанных рекомендаций Ежедневного ухода более тщательно Основным этапом должно быть Увлажнение, но не забывайте Также о питании кожи Процедуры по уходу за руками Массаж Пилинг Ванночки для рук Рецепт полезной и расслабляющей ванночки Можно сделать на основе подручных компонентов Теплая вода плюс растительные масла Травы Мята, ромашка, мелисса, чабрец, морская соль или сок лимона Уделите своим рукам чуть-чуть времени Подарите коже приятные ощущения Предварительно проведите очищающий пилинг скрабом В завершении процедуры нанесите любой крем Кожа отблагодарит вас нежностью Кроме этого полезно делать массаж Перед сном не поленитесь 5-10 минут помассировать кисти, затем пальцы Массаж приятно расслабит вас Избавит от усталости Уход за руками после 40-50 лет С возрастом уход становится не желанием, а необходимостью Кроме самостоятельного ухода Можно порекомендовать один раз в месяц Посещать салон для спа-ухода При помощи профессиональных средств Кожа быстрее восстановится и останется молодой Кремы и прочие средства следует выбрать с отметкой 40+. Их состав разработан с учетом потребностей возрастной кожи Уход за руками Рецепты бабушки Агафьи Бабушка Агафьи – не просто косметический бренд Бабушка Агафьи – сибирская целительница, которая свой опыт лечения травами получила от мамы и бабушки Состав кремов продуман таким образом, чтобы заживлять, питать, увлажнять Косметика от бабушки Агафьи является органической, то есть не содержит вредных парабенов, силиконов, отдушек, продуктов, нефтехимии Рецепты бабушки Агафьи – доказательство тому, что косметика может быть бюджетной, но эффективной Зимний и летний уход за руками Палящие лучи солнца обезвоживают кожу, тем самым способствуя ее раннему старению Кроме этого, медики не рекомендуют подвергать участки тела открытым лучам Но на руки ведь не наденешь летом перчатки Купите крем ЦСПФ-защиты и не забывайте постоянно наносить его Кроме защитной функции, солнцезащитный крем восстанавливает водный баланс Зимой не забывайте надевать перчатки, даже если на градуснике всего минус один Под воздействием ветра и мороза кожа может резко сокраснеть, шелушиться Для зимнего периода выбирайте крема с более плотной текстурой Уход за руками – советы и отзывы Кожа у всех разная, одни и те же способы ухода не могут быть универсальными Чтобы выработать свою тактику ухода за руками, поэкспериментируйте со средствами и процедурами Отзывы большинства женщин остаются схожими в том, что обязательно нужно делать увлажняющие ванночки Скраб – быстрый способ Реанимировать огрубевшие руки Хороший крем ценится на вес золота Народные способы – качественная альтернатива бюджетного Ухода дорогим салонным процедурам Поделитесь с нами своими секретами ухода за руками Ухаживать за кожей рук нужно регулярно Кстати, не только женщины должны следить за состоянием рук, но и мужчины Предлагаем посмотреть видео и научиться проводить процедуру парафинотерапии самостоятельно Продолжение следует... Продолжение следует...